СТС ЛАВ представляет Начинаем шоу «Саранхэ»! Это «Саранхэ» – шоу, где влюбленные получают деньги лишь за то, что знают друг друга по-настоящему хорошо. Сегодня этот тест на любовь пройдут Стас и Алена из Москвы! Привет, ребята! Здорово! Стас – фигурист, Алена – юрист. Путь ваш любовный был крут и тернист. Я прям рэпер. Так это было? Да. Ну, относительно. Как у Эйнштейна. Как вы познакомились? Мы соседи. Через улицу, дорожка следующая. Обошел. Это вообще неожиданность была. На детской площадке, кстати. Что делали на детской площадке фигурист и юрист? Пели песни под гитару. Класс. Да, всех объединяет музыка. Это правда. Класс. Судя по тому, что вы здесь, вы знаете друг друга на все сто. На все сто тысяч рублей. Именно такая сумма на кону в нашем шоу. Эти сто тысяч уже ваши. Но чтобы их забрать, нужно всего ничего. Ответить на десять вопросов друг о друге. Если совпали ответы, то вы молодцы. Если нет или не успели ответить за отведенные 15 секунд, вы теряете десять тысяч рублей. Один раз за всю игру каждый из вас может отказаться от ответа. Но тогда вы теряете двадцать тысяч рублей. Но есть и приятное. Вы можете утроить свой выигрыш в нашей супер игре. Но об этом чуть позже. А пока, если вы готовы. Вы готовы? Конечно. Отлично. Тогда скажите друг другу саранхе и мы начинаем. Поехали. Итак, друзья, первый вопрос. Стас, он прозвучит тебе. Как часто Алена бреет ноги? Время. Раз в году, например. Как день рождения. Или в как раз день рождения, раз в году. Итак, три секунды. Отлично. Успевает Стас. Посмотрим, что же он ответил. Раз в месяц. Алена. Как ты меня ценишь высоко, дорогой. Я честно, я просто таким часто там не смотрю, не слежу. Ты там не трогаешь, да? Нет, я трогаю. Всегда все гладенько, классно. Но там всегда все гладко? Да. Всегда все гладко. Это самое главное. А как ты думаешь, вот чтобы было гладко, надо раз в месяц или, может быть, чуть чаще? Или, муж, ты не смотри на мои ноги, я их не брею. У меня волосатые, да. Отращиваю уже 28 лет. Что? Понятно. Понятно. Ладно, расскажи мне, как думаешь? Я, поскольку за этим не слежу, не знаю, там, ну, мне кажется, это нормально. Она скрывает от тебя, да? Сколько раз времени. Я только запираюсь в ванной, там, в сейф, да, где я сижу. Ну что, давайте посмотрим, что же ответила Алена. Раз в неделю. О, к сожалению, не могу засчитать ваш ответ правильным, потому что, ну, неделя и месяц, это, конечно, очень большой разрыв, большой промежуток. Но, зато, теперь ты знаешь, сколько раз надо брить ноги, чтобы они были гладкими. Ну, вдруг, если тебе когда-нибудь в жизни понадобится, ты будешь знать, что раз в неделю минимум. Ну что, друзья, не расстраиваемся, первый блин комом всегда так бывает. Вы очень улыбчивые, веселые ребята, мне это нравится, и я надеюсь, что сейчас все пойдет круто. Итак, Алена, вопрос для тебя. На что Стас обратил внимание при вашей первой встрече? Время пошло. Я думаю, наверняка вы это обсуждали уже после того, как стали чуть ближе. Отлично. Стас успел. Давайте посмотрим, что же ответила Алена. Глаза. Аж сердце дрогнуло. Сердце дрогнуло у Стаса, и он показывает ей знак Саранхэ. Отлично. Это, я думаю, хороший настрой. Посмотрим, совпали ли ответы. Глаза. Он успел даже нарисовать глаз. Ваши ответы совпали. Ну, то есть ты понимаешь, да, что Стасу понравился только конкретно один глаз? Правый. Правый. Левый как бы нормальный, но правый просто... На что обратила внимание Телю? На манеру поведения, в первую очередь. Манеру поведения? Ну, потому что он находился далеко от меня, а я без очков не вижу, поэтому я не могла его разглядеть сначала. Поэтому манера поведения, то, что он по детской площадке делал вид, что он катается на коньках. И читал рэп. И читал рэп. Такой, малышка, привет. Он катался на карусельке, когда я пришла. Серьезно? Да, я просто, ну, небо, звезды, почему бы? Ты прям романтик такой, да? Небо, звезды, глаза. А когда я к ней подошел, как я познакомился, наверное, знаешь такой прикол, когда берут руку, типа целуют, но только свою. Типа такой, немножко обломал. Да, да, да. То есть, я беру руку, это было вот так. Как ты сделала рукой? Ну, я человек старой закалки, я привыкла здороваться, как нормальный. Я заметил, когда мы с тобой поздоровались, у нее рукопожатие такое. Вот, и я, то есть, протягиваю руку, он пытается целовать, а я вырываю, потому что, ну... А, то есть, она обломала тебя. Да, то есть, я-то не хотел поцеловать, как хотел подколоть, и в итоге я остался под колонну вдвойне. Такой, ладно, неловко. Обломала, обломила. Неловко, да, было. Такая, поставила на место Стаса, и Стас влюбился. Ну, обычно, в принципе, все так и происходит. Да. Итак, класс, десять тысяч рублей ваши. Yes. Начало положено, и мы продолжаем. Стас, вопрос для тебя. Какой у Алены любимый бытовой прибор? Время. Подумай, может быть, она тебе готовит, я тебе немного подскажу, или там, убирается она чем-то, если что-то любимое. Стоп, ребята, время закончилось. Посмотрим, что же ответил Стас. Утюг. То есть, прямо она целыми днями ходит. Стас, привет. Хочешь, поглажу? Со старым куда еще? Даже угли съебят. Часто гладят тебе вещи? Нет, но это, честно, без исходности такой был ответ. Я понял. А что любит делать по дому? Готовит кушать? Мне нравится, как она готовит, да. Вкусно? Да. Угу. Но все же утюг. Ха-ха-ха. Я понял. Давайте посмотрим, что же ответила Алена. Фен. Ну да, для девочки это очень логично. Фен. Естественно, самое приятное – это укладывать себе волосы. К сожалению, ваши ответы не совпали. Но, опять же, вы же веселые ребята. Не расстраиваемся. А, Леня, вообще весело. С намеком тем, что будешь знать, будешь знать. Не люблю я гладить. Вот, ну что, следующий вопрос для Алены. Ален. Стас, с удовольствием прочитал бы твою переписку в соцсетях. Время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угу. Очень быстро справились с вопросом. Посмотрим, что же ответила Алена. Да. Бывали случаи, то есть вы доверяете друг другу и так, типа, на, читай. Ну да, могу спокойно дать мне, то есть. Очень интересно. А как же личное пространство или там, типа, ну, доверие доверим, но ты доверяешь, ты знаешь, что там ничего нет, ну и проверять я тоже не буду. Действие заключается в том, что я знаю, что он меня в тайком не возьмет в телефон и не будет там что-то делать. А, то есть он при тебе взял, посмотрел и все нормально. Отлично. Нет, с рук твоей снова. Давайте посмотрим, считает ли так же Стас. Да! Ответы совпали, и они с легкостью, благодаря своему доверию, простоте и честности, заработали очередные 10 тысяч рублей. Окей! Итак, Стас, задам тебе вопрос такой, по классике, самый классический вопрос. Когда день рождения у мамы Алены? Время! Не смутился Стас. Знает, видимо. Или думает, что знает. Очень долго пишет Алена объяснительную. Время, друзья. Посмотрим, что написал Стас. Знаю только год. Семьдесят четвертый год ДРХЗ. Краткость, сестра таланта. Семьдесят четвертый год ДРХЗ. Быстрее же время-то мало. День рождения хозяйственного. Да, мы все поняли, что ты имел в виду. Мы вообще, конечно, ждали дату, а не год. Семьдесят четвертый год. Это тоже хорошее познание. Давайте посмотрим, что же написала Алена. Итак, двадцать четыре десять тысячи девятьсот семьдесят четвертый год. Мамулик, внизу, я так понимаю, это поцелуйчик. Конечно, это же матушка моя. Хозяйственной мамочки. Итак, честно, честно, ребят, к сожалению, все-таки, я, наверное, не могу засчитать этот ответ, потому что, ну, нет точной даты. 20 октября 1974 года. Теперь это, знаешь, не только ты, но и все телезрители и вся страна. И я в том числе. И я в том числе. Поэтому звони, если вдруг забудешь, я тебе напомню. Хорошо, хорошо. Поехали дальше. Это Саранхэ, шоу, где влюбленные получают деньги лишь за то, что знают друг друга по-настоящему хорошо. Сегодня наш тест на любовь проходят Стас и Алена из Москвы. Итак, столичная молодежь у вас в кармане 20 тысяч рублей. Неплохо, но для Москвы, конечно, маловато. Могло быть и лучше, поэтому перейдем к следующему вопросу. Алена. Сколько раз в день Стас тебе звонит? Время. Так. Время, друзья. К сожалению, время закончилось. Алена хотела что-то там подрисовать. Давайте посмотрим, что уже успела Алена нам ответить. Ни разу эсэмэс. Мы тут целый день переписываемся. То есть вы переписываетесь. Вот молодежь 21 века. Вообще не звонят друг другу. Вообще не звонят. Вместо звонков приезжаю быстрее. Пишу, где я так доеду. Быстрее приехать и уже лично поговорить. У нас там видео, сообщения, такие аудио. Понятно. Ну, в принципе, да. Сейчас это модно. Посмотрим, считает ли Стас так же. Четыре. Сказал Стас. Стас, кому ты звонишь? Сразу вопрос мне такой. Какой, Алене? Ты точно проверяешь его, мессенджеры? У него средний брал, на самом деле. Нет, каждый день такого нет, да. Спросили сколько. Я и думал написать сколько в среднем будет. Но про эсэмэс как не догадался. Вообще да, всегда эсэмэс. Друзья, к сожалению, к сожалению, не могу принять этот ответ. Эх! Ничего, все еще впереди. Так бывает, так бывает. Сейчас все по накатанной, мы соберемся, я уверен, к концу прям будем бить по мишени точно в десятку. Поехали. Вопрос. Стас. Какая часть твоего тела Алене нравится больше всего? Время. Сразу принялся отвечать. И быстро, как закончил, прям твердо уверен. Итак, стоп. Вижу, что вы прям уверены. Скрестил пальцы Стас. Давайте посмотрим, что же он ответил. Руки. Ну а сам как ты считаешь, руки это вот твое такое? Ну как, разным девушкам, да, нравятся разные части. Я знаю, что вот Алена обращала внимание как я на ее глаза, обращала на руки всегда. Давайте посмотрим, согласна ли Алена. Глаза. Оу. Грустный глаз. Так, ваши ответы не совпали. Ничего страшного, 20 тысяч то уже есть, уже не пустые, уже игра ни в одну сторону, ни в одни ворота. АПЛОДИСМЕНТЫ Видите, как вас все поддерживают. Сейчас все пойдет, сейчас все будет круто. Поехали, Алена. Какой у Стаса любимый киножанр? Время. Я думаю, это простой вопрос, на который вы должны точно ответить. Но, судя по Стасу, Стас, осталось 3 секунды. Пиши, пиши уже что-нибудь. Стоп, время закончилось. Посмотрим, что же написала Алена. Комедия. Ну, в принципе, хотел сказать логично, но посмотрел на Стаса и понял, что не очень. Просто вы такие... Я вопрос не понял, извините просто. Про немного это... Ты опять про день рождения мамы написал? Нет, нет, нет. Ну что ж, давайте посмотрим, что же ответил Стас. Вообще без логики. Я не понял, я не понял вопрос. Хорошо, это что ты имел в виду? Это фильм или что? Это сериал, да, такой, сериал-фильм. К сожалению, не могу засчитать этот ответ. Ребята, соберитесь, слушайте вопросы внимательно. Стоп. Алена, уже тебе угрожает. Поехали, следующий вопрос. Слушаем его очень внимательно. Стас. С кем из супергероев Алена была бы не против заняться любовью? Время. С кем из супергероев Алена была бы не против заняться любовью? Стас. Итак, пять секунд, друзья, пишем. Написал Стас и сам застеснялся. Давайте посмотрим, что же написал Стас. «Ни с кем». Хорошо. Хорошо. Засомневалась теперь Алена. Посмотрим, есть ли с кем и считает ли Алена. Так, что такой персонаж есть. Давайте посмотрим. Вау! Ответы совпали! Вот это, это сильно на такой важный вопрос. Вы не дали слабинки, не дали шансов фантазии и просто ни с кем. Молодцы! Ура! Я за вас рад, правда, я за вас рад. 30 тысяч у вас в кармане. И финальный вопрос. Алена. Мог бы Стас отработать смену стриптизером? Время. Я напоминаю, что у нас есть всего 15 секунд, из них осталось уже 10. Ну что ж, вам понадобилось 2, поэтому давайте посмотрим, что же думает по этому поводу Алена. Да. Как бы это было, но мне просто представить, на коньках? Да. Та-ра-да-ра-да. Я в стрипучек, значит, давай. А не было такого опыта? То есть он тебе, не знаю, в карты проиграл и дома для тебя там в стриптизе танцевал? Я не играю в карты. Ну, он в карты не играет, но да. А без карт просто так раздевался. Я понял. Посмотрим, что же ответил Стас. Нет! Почему? Ради десятки-то! Так, лично, 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 да. Смену для кого-то нет. Ну, может, смену для нее, я не знаю. За десятку она тебе так по 100 рублей. Просто десятку в течение шести часов вот так раскидывает. Зачем делать десятку? Лучше так. То есть ты прям тверд в своих устоях. Не буду раздеваться публично. Только для Алены. Да. Ну что, остается нам только поаплодировать, позавидовать Алене, что у нее такой мужчина, который прям камень. Молодцы. Молодцы, ребята. Это Саранхэ. Шоу, где влюбленные получают деньги лишь за то, что знают друг друга по-настоящему хорошо. Сегодня наш тест на любовь проходят Стас и Алена из Москвы. Итак, подведем итоги. Итоги не самые лучшие, не такие богатые. 30 тысяч в нашем банке. И теперь, как никогда на нашем шоу, я считаю, я даже не предлагаю, я вас вынуждаю, чтобы вы поучаствовали в супер-игре. Я задам вам всего три вопроса. Эти вопросы будут не друг о друге, а вопросы будут конкретно о вас. Может быть, о вашем будущем, о вашей паре в целом. Если вы даете мне три правильных ответа, я утраиваю вашу сумму, и вы выигрываете вместо 30, 90 тысяч рублей. Ну просто 30 тысяч. Поверьте, то, что вас показали, это уже стоит в 50 раз дороже и ценнее, чем 30 тысяч. Но шанс заработать 90, забрать куш красиво. Так, типа, показали, мы вам давали фору, а потом выиграли супер-игру и говорим, ребята, спасибо за бабки. И ушли в закат на детскую площадку. На гитаре играть. Я скажу нет. Почему? Потому что мне было, в принципе, хотелось очень пообщаться, побывать опять на площадке, на киноплощадке, что я снимался раньше в сериалах и в рекламах. И мне деньги не так было важно, я не так расстроен, что мы проиграли там и так далее. Мне понравилось общение, смех, поддержка людей. И поэтому лучше я хоть что-то заберу, маленькую копеечку, устроим маленький ужин с ним, стептизм. Закончится все стептизм. И так далее. И хоть с чем-то останемся и довольны. А так? Не в деньгах счастья. Да. Поэтому нет. Ребята, три вопроса, три ответа и супер-игра. Вы просто не так много потеряете. Я никого так никогда не уговаривал, потому что выигрывают 70, выигрывают 90 тысяч. Их уговариваешь и понимаешь, что людей останавливает вот такая большая жаба, которая говорит, стой, не надо, 90 косарей. А здесь 30 тысяч, выходит такой маленький гном в виде этой тридцатки, говорит, пацаны, давай сыграем в супер-игру. Реально, 30 тысяч. Вы сейчас выйдете, не заметите, как вы их потратите. А 90 уже потом. Мы на деньги не ведемся. Так что нет. Ну хорошо, ребят. Давайте ваше финальное решение. Играем в супер-игру? Нет. Это ваше право. Я вас поздравляю, друзья, вы выиграли 30 тысяч рублей. Это было шоу Саранхэ, где только что Стас и Алена заработали 30 тысяч рублей. Поздравляю, ребята. Эти деньги достались вам просто за то, что вы неплохо знаете друг друга. Надеюсь, вы также прекрасно знаете, на что вы их потратите. Ну а я, Анатолий Цой, прощаюсь с вами и говорю каждому. Саранхэ, я тебя люблю. До скорого. Поздравляю. Поздравляю. Молодцы. Поздравляю. Молодца. Молодца.